Всем привет, друзья! Вы смотрите Astro Channel, и сегодня в ночь на 22 апреля, а это значит, что прямо сейчас действует метеорный поток Лириды. И вот сегодня у нас ясно, Луна практически не мешает наблюдениям, и я вместо того, чтобы зарядить какую-нибудь серию по туманным объектам или по галактикам в телескоп, я решил визуально понаблюдать метеорный поток Лириды. Все потому, что у меня есть несколько нерешенных вопросов, связанных именно с этим потоком. Во-первых, в этом году юбилей. Этот поток я наблюдал впервые 20 лет назад, в 2002 году. И самое интересное, что это был самый первый метеорный поток для меня. И тогда было много ярких, каких-то красивых метеоров, которые я до сих пор помню. Но вот как-то после все эти 20 лет я по разным причинам не наблюдал метеорный поток Лириды. И я задумался, а какой же этот поток на самом деле? И у меня нет ответа на этот вопрос. И я решил это прояснить прямо сейчас. В конце концов, я рассказываю о том, что вот, действует метеорный поток Лириды. Но могу ли я вам его рекомендовать? Я не могу ответить на этот вопрос. Давайте ответим на него сегодня. Если мы обратимся к сухим цифрам, то Лириды дают, как правило, 10-15 метеоров в час в момент пика, в момент максимума. Скорость метеоров средняя 48 км в секунду. А образовались эти метеоры от кометы Тетчера. Ну что ж, давайте посмотрим, где же радиант этого потока находится. Вот эта яркая звезда, это звезда Вега. А вместе с этими звездочками они образуют созвездие Лиры. Справа находится созвездие Геркулеса. И вот удивительно, что радиант потока находится примерно вот здесь. То есть, по сути дела, в границах созвездия Геркулеса. Но как-то исторически так сложилось, что называется этот поток Лириды по названию созвездия Лиры. Ну и важный момент. Лириды я уже понаблюдал в два раза. Вчера и позавчера. Правда, не целенаправленно, а в ходе других астрономических наблюдений. Но кое-какие результаты имею. Вчера я увидел два метеора, а позавчера четыре метеора. Вот позавчера я более полноценно смотрел. Где-то в течение часа смотрел в сторону созвездия Лиры. И вот за час увидел четыре метеора. Активность была, ну, в общем-то, так себе. С другой стороны, и до максимума было еще далеко. Так что не знаю, что ждет меня сегодня. Но вот пока то, что я видел, меня не очень впечатляет. Но отправляюсь в поле и буду сейчас смотреть, считать и выяснять, какой же это поток на самом деле Лириды. Лириды. Ну что ж, ребятки. И за два с половиной часа достаточно пристальных наблюдений я увидел всего семь. Семь метеоров. Это очень мало. Невероятно мало. В общем-то, это чуть хуже, чем активность в любую среднестатистическую ночь, когда нет никаких метеорных потоков. Не знаю, как это расценивать, но многие метеоры из этих семи были весьма слабыми. И у меня есть некое подозрение, что в целом сегодня Лириды очень слабые. Я снимал область неба вблизи радианта на свою камеру. И уже дома я рассмотрю, вот прямо сейчас, то что камера не показывала, но я прямо сейчас увидел восьмой, ребята, и весьма яркий. Но я сейчас рассмотрю, уже приехав домой эти кадры, сделаю нарезку, как я обычно делаю, нарезку метеоров, ну и узнаю, действительно ли большинство метеоров были слабыми. Если это так, то, возможно, на кадрах будет значительно больше метеоров, чем я видел глазами. Здесь... Здесь я дикой в пакетах нет, я-то... Я... Я... Я-то... Ну что ж, друзья, по итогу, практически за три часа наблюдений Мы увидели всего лишь 11 метеоров И вне зависимости от того, что я увидел на отснятых кадрах Вне зависимости от того, что я уже вам показал Вот прямо сейчас на наблюдении я могу сказать Что метеорный поток Лериды это худший из известных сколь-либо значимых метеорных потоков Он крайне скучный и не вызвал никаких эмоций Поскольку большинство метеоров его было слабых Ну как-то не зацепил Пожалуй, вот такой вывод я могу сделать после этого наблюдения А на этом, друзья, у меня сегодня все Если вам понравилось видео, то ставьте лайк Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Если хотите поддержать Астрочанел То в описании к этому видео есть ссылки на различные способы, как это можно сделать А я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений Пока